Всем привет, вы на канале Дешевый Китай. Сегодня вас ждет очередная подборка с интересными и полезными товарами для вашего автомобиля, которые могут вам пригодиться. Все ссылки на товары будут в описании под видео. Также, досмотрев ролик до конца, вы можете принять участие в конкурсе с денежным призом. Соединительные скобы для обжимки проводов. Такой метод сращивания проводов эффективнее, чем обычная скрутка, так как концы провода фиксируются очень прочно, надежно и легче, чем пайка, так как для соединения необходимо всего лишь плотно обжать скобу. Скобы изготовлены из латуни с верхним покрытием из олова. Диапазон обжима у этих скоб от 0,5 до 1,5 квадратных миллиметров. Обратный клапан для топлива предназначен для удержания его в системе и предотвращения обратного перетекания в бак. Может устанавливаться в автомобилях с дизельными и бензиновыми двигателями, изготовлен из алюминия, предлагаемые размеры 6, 8, 10 и 12 мм. Комплект поставки – один обратный клапан для топлива. Воск для полировки изготовлен для нанесения на различные покрытия на автомобиле. Улучшает внешний вид и создает защитную пленку, в частности от ультрафиолетового излучения, влаги, грязи и прочего. В состав входит бразильский коричневый воск и другие натуральные и искусственные компоненты, дающие металлическим частям кузова и другим внешним узлам и агрегатам эффект защиты и обновления. Приобретая набор, обратите внимание на комплектацию. Есть несколько вариантов, например, версия только содержащая воск, либо дополненная микрофибрами и полотенцем для полировки. Многие водители испытывают затруднения при демонтаже дверных карт, обшивке салона, пластиковых клипс и т.п. Предлагаемый инструмент позволяет решить эту проблему. В него входит 11 различных приспособлений красного либо синего цвета, которые помогут демонтировать различные элементы салона и найдут также применение в быту. Пружина для автоматического открытия багажника. Хорошая штука, когда вы идете из магазина с пакетами или крышка багажника грязная и вам не хочется пачкать руки. Эта пружина устанавливается на автомобиле с крышкой багажника без амортизаторов. Длина пружины в сжатом состоянии 14 см в растянутом 24 см, диаметр 2 см. Материал изготовления пружины – нержавеющая сталь. Пружина жесткая, но на некоторые автомобили может понадобиться две штуки для симметричного расположения. Продавец отправляет пружины в разных цветах. Необычное решение от китайских инженеров. Щетка для мойки автомобиля с подачей воды. Мягкая щетка не царапает лакокрасочное покрытие кузова. Она имеет емкость для моющего средства, которое подается вместе с напором воды. Устройство подключается к системе водоснабжения, а дальше дело техники. Щеткой можно мыть как кузов автомобиля, так и колесные диски, шины и все что угодно. Длина девайса 52 см, ворсистой щетки 19 см, длина самого ворса 6,5 см. Неплохая воздушная пушка, которой можно смахнуть снег или листья с кузова автомобиля. Пушка имеет собственный аккумулятор, который можно заряжать от сети. Вес данного устройства составляет 1,8 кг. В комплекте поставляется ветродуйка, зарядное устройство, коробка и аккумулятор. Продавец предлагает на выбор в одном комплекте 1 или 2 АКБ обычной и повышенной мощности. Прочная и большая сумка для инструмента с пластиковым дном. Преимущество этой сумки заключается в том, что она позволяет удобно переносить множество тяжелых инструментов и при этом не деформируется под весом груза, как обычные сумки с мягким дном. Пластиковое дно является ударопрочным, грузоустойчивым и легко моется в случае загрязнения. С наружной стороны сумки расположены удобные карманы для мелких деталей. Есть ручки и ремень на плечо. Сумка представлена в нескольких размерах. Длина самой большой сумки 43 см, а самой маленькой 29 см. Случается такая неприятность, когда от превышения необходимого усилия на свече зажигания при их затяжке просто срывается резьба в головке блока цилиндров. А так как на большинстве автомобилей она сделана из мягкого алюминия, бывает это не так редко. В таком случае пригодится набор для восстановления резьбы свечей зажигания. В комплекте поставляется развертка и 4 втулки с резьбой разной длины 9 мм, 11, 16 и 20 мм. Датчик уровня заряда аккумулятора. Полезная и необходимая вещь в автомобиле, который передвигается в жестоких эксплуатационных условиях и водителю необходимо быть уверенным, что аккумулятор в состоянии прокрутить стартер автомобиля, например, в суровый мороз. Подходит как для 12-ти, так и для 24-вольтных аккумуляторов. Светодиодный индикатор с помощью трех цветов и полосок уровня заряда покажет состояние АКБ. Разветвитель прикуривателя является многофункциональным устройством с возможностью подключения различных устройств в два USB-порта. Есть также три гнезда прикуривателя с подсветкой, которые могут использоваться как по прямому назначению, так и для подключения любого оборудования, включая цифровой дисплей напряжения, отражающий данные в реальном времени. Предусмотрена защита от перегрузок, питание 12 вольт. Комплект поставки – разветвитель прикуривателя с кабелем питания 70 см. Разговаривать за рулем по телефону, используя руки – преступление в прямом смысле этого слова. Чтобы обезопасить свою жизнь и жизнь других участников дорожного движения, используйте Bluetooth-гарнитуру от Xiaomi. Гарнитура имеет версию Bluetooth 4.1 и обеспечивает оптимальную скорость передачи данных. Один заряд позволяет разговаривать без перерыва на протяжении трех часов. Качественный динамик и микрофон обеспечивают хорошее звучание как вас, так и вашего собеседника. Гарнитура представлена в черном и белом цветах. При езде по мелкому гравию в протектор шины неизбежно попадают мелкие камни. Некоторые из них вылетают при езде самостоятельно, а другие застревают плотно, и извлечь их можно только инструментом. Застрявший камень издает неприятный цокающий звук, а также может повредить шину. Инструмент представляет собой длинную отвертку, на которой располагаются специальные зубья для чистки протектора. Длина инструмента составляет 32 см, рукоятка из пластика с резиновыми вставками. Пистолет для мойки высокого давления с резервуаром под шампунь. Пистолет с насадкой создает обильную пену, чтобы тщательнее вымыть автомобиль. Объем бачка составляет 100 мл, чего достаточно для мойки загрязненного автомобиля средних габаритов. Пистолет изготовлен из пластика. Устройство будет работать и от обычного поливочного шланга, но с меньшей эффективностью. Когда штатные фары с отражателем светят недостаточно хорошо, есть смысл задуматься о небольшом апгрейде головного света. Линза обеспечивает четкую светотеневую границу и максимально концентрирует световой пучок, освещая дорогу перед автомобилем. Размер линзы составляет 3 дюйма, подходит для установки в любую фару. На большинстве автомобилей, чтобы открутить свечи в двигателе, недостаточно обычной головки из набора инструментов, она просто слишком короткая. Для свечей применяются специальные удлиненные головки. С этими головками открутить свечи не составит труда, так как они еще и наклоняются под удобным углом. Вы можете приобрести как отдельно головку на 14 или 16 мм, так и в комплекте с длинной магнитной рукояткой. Заклепки для заклепочника. Многие автолюбители применяют метод заклепывания для ремонта кузовных панелей в автомобиле. Он дешевле, чем сварочные работы, а по долговечности почти им не уступает. В комплекте заклепки разных размеров, всего 120 штук заклепок. Материал шляпки алюминий, корпус из углеродистой стали. А когда заклепки закончатся, пластиковый кейс можно использовать для хранения разных деталей. В процессе каждодневного использования автомобиля салон подвержен значительному износу. Каждый раз, когда вы садитесь на сиденье, а потом встаете с него, обшивка кресла затирается и загрязняется. Чтобы сохранить салон в заводском состоянии, рекомендуется использовать чехлы. Их легко стирать в случае необходимости, и они придают салону интересный вид. Эти матерчатые чехлы прочны на износ, легко стираются в стиральной машине. Комплект состоит из 9 элементов, включая подголовники. Устройство, позволяющее переключаться между аккумуляторами, если на автомобиле их установлено два. Кнопка также имеет встроенный цифровой дисплей с подсветкой, на который выводится текущее напряжение на клеммах аккумуляторной батареи. Это позволяет оценить степень заряженности АКБ и отслеживать напряжение в бортовой сети. Кнопка работает как при 12, так и при 24 Вольтах. Подсветка дисплея красная, тумблера синяя. Кожа является очень прочным материалом, но со временем она может терять свой первоначальный внешний вид. На поверхности появляются небольшие трещины, которые в процессе использования растут и не только портят визуальную привлекательность, но и могут привести к полному разрушению покрытия. Спрей придает коже гидрофобное свойство, восстанавливает внешний вид и сохраняет его. В одном флаконе 50 мл. В комплекте поставляется губка и замшевые тряпочки для растирания. Не все слушают музыку в машине с флешки или телефона, а радио любят послушать многие, ведь там не только музыка, но и новости. И очень неприятно, когда вы отъехали далеко от города и радиосигнал стал настолько слабым, что магнитола его не ловит. Усилитель подключается к предустановленной радиоантенне. Провод медный, устройство имеет встроенный предохранитель. Работает как с ФМ, так и с АМ станциями, питается от 12 вольт. Маленькое зеркальце в боковые зеркала заднего вида. Не секрет, что на всех автомобилях есть слепые зоны, которые недоступны в обычные зеркала заднего вида. Вы можете не увидеть соседний автомобиль при перестроении из полосы в полосу и результат будет плачевным. Чтобы избежать этого и облегчить езду задним ходом, создано такое маленькое зеркало. Оно имеет регулировки по наклону и позволяет охватить максимальный угол обзора. Размер зеркальца 5 см, вес 60 г. Крепится на клеевую основу. Если вы любите охоту или рыбалку, или просто выезжаете компанией в путешествия, то мощные рации пригодятся вам, чтобы поддерживать связь друг с другом на протяжении этого времени. Рации имеют два диапазона и множество каналов. Дальность приема сигнала до 10 км на открытой местности. Корпус рации защищен от влаги и пыли. В комплекте рация, зарядка, аккумулятор, микрофон, шнурок и инструкция. Телескопический держатель для смартфона на мощной присоске, который можно прикрепить к лобовому стеклу или к торпеде автомобиля. Держатель позволяет прочно закрепить телефон в удобном положении. Его можно выдвигать по длине и вращать на 360 градусов, как вам необходимо. Материал изготовления пластик. На выбор два цвета – черный и желтый. Держатель универсальный и подойдет под любой смартфон. Фары автомобиля очень сильно подвержены воздействию солнечного света и дорожной пыли. От ультрафиолета они выгорают, а мелкие песчинки с дороги оказывают эффект пескоструя. Чтобы обновить ваши фары или защитить новые, можно использовать пленку. Она подойдет как для фар, так и для задних фонарей. Есть прочная и цветная пленка 13 разных цветов. Размер пленки в рулоне составляет 30х200 см. Толщина пленки около 0,15 мм. Главное, не тонируйте задние фонари так, чтобы в один прекрасный солнечный день в вас въехал едущий сзади автомобиль. USB кабель, который весьма долговечен. Обычные кабели часто переламываются у основания штекера. В случае такой поломки на этом кабеле мы можем раскрыть разъем, отрезать переломленный участок кабеля и вставить его на место. Таким образом, этот кабель USB можно назвать вечным. Длина провода составляет полтора метра, обрезать можно довольно легко. Вы можете выбрать кабель как для айфона, так и для устройства на базе андроид. Несколько цветов на выбор. При отсутствии фильтра на сапуне высоки риски загрязнения дроссельного узла парами масла. Кроме того, поступающий из двигателя газ имеет высокую температуру, что негативно сказывается на динамике. Установка универсального 13-мм фильтра позволяет избежать этих неприятных моментов. Изготавливается фильтр из металла, фильтровальной бумаги и термоустойчивой резины. Возможен выбор цветов – красный, синий, серебристый. Комплект поставки – один универсальный воздушный фильтр. На этом все, а теперь конкурс. Я разыграю 10 долларов на счет мобильного телефона, как только под этим видео наберется 1000 лайков. Для участия нужно подписаться на канал и нажать на колокольчик, поставить лайк и написать комментарий. По нему я и буду выбирать победителя. Результат конкурса в группе ВК и на моем втором ютуб-канале. Вся подробная информация находится в описании.